Очередного российского актера не пустили на территорию Украины, запретив ему въезд в эту страну на три года, что очень сильно расстроило Данилу Поперечного. Он даже сделал отдельный ролик о том, что не понимает, действительно сердечно не понимает, почему с ним так жестоко обходятся. Ведь он всегда обходил острые углы и старался не называть вещи своими именами, но все равно где-то услышали, нашли материал о том, что он поддерживает оккупацию Крыма. Да, тяжелый народ украинцы никак не хотят смириться с тем, что у них забрали кусок земли. Русские-то все надеются, ну что так сойдет, да ничего страшного и Запад привыкнет. Вон, Прибалтику сколько лет не признавали, потом же все равно признали. На это рассчитывают все, в том числе и этот парень, неожиданно заговоривший на украинском языке. Таи, шановни громадяны Украины и просто зрители моего канала. Меня зовут Данила Поперечный и я, якщо кажучи, не дуже разумею, що зараз відбувається. Если вы смотрите это видео, есть маленькая вероятность, что вы уже знаете, че произошло. Да, мне действительно запретили въезд в Украину прямо за два дня до четырех моих последних выступлений в этом туре, которые должны были пройти в Харькове, Одессе и два выступления в Киеве. Везде солдауты. Если их всех хорошенько послушать, то они все корнями с Украины, как Милявская, Кобзон и прочие. Все они очень сильно сердечно любят Украину и просто никак не понимают, Ну что эта страна так плохо относится к миролюбивой России? Я закончил там школу, у меня там куча друзей, моя мама живет там с 2007 года, у меня там семья. Я с огромной теплотой отношусь к украинскому народу и в принципе к этой стране. И Киев для меня это второй дом, потому что я там вырос. То, что между этими двумя странами пролегло море крови 12 тысяч жизней, об этом русские говорить никак не хотят. А знаете, почему их больше всего раздражает вопрос о Крыме? Да потому что чувствуют они и этот самый Данила точно так же знает, не маленький мальчик. Он все прекрасно понимает, они знают, что пошли против закона. Они знают, что поступили плохо, но назвать это плохим поступком своего правительства хотя бы так. Даже на это он не способен. Самая частая хрень, которую пишут люди, воинственно настроенные против меня, это вот самая классическая проверка. А ну-ка скажи-ка, чей Крым, а? Крым чей? Ну-ка вот расскажи-ка нам. И мой ответ всем тем, кого интересует этот вопрос, я что, блядь, похож на его владельца? Я что, принимал какое-то решение в этих ситуациях, правда? Все я, вот это да. Я никогда не отвечал на этот вопрос, потому что это самая глупая провокация, которую можно устроить человеку, который не имеет никакого отношения к этому вопросу. Лучше задайте эти вопросы депутатам или пограничникам. Послушай, парень, так ты не дал ответа на простой вопрос. Ты ходил вокруг, да, около ты что? Думаешь, что вокруг тебя одни идиоты? На кого рассчитан этот ответ? Нет, ответ должен быть простой. Крым – это территория Украины, временно оккупированная Россией. И российский гражданин может отвечать так. Да, я не согласен с политикой моего государства. Я надеюсь, что эта земля вернется законному владельцу. Я ничего не могу с этим поделать, но, по крайней мере, я полностью поддерживаю украинский народ, не сомневающийся в том, что Крым вернется в состав Украины. Вот, Данила, ответ должен был быть вот таким простым, однозначным. Достаточно просто обозначить свою позицию. Не надо людей отсылать к пограничникам или к правительству. Ты же стендапер, ты очень много любишь болтать. Так вот, заговорить никого не удастся. Придется просто определиться, на чьей ты стороне. Кстати, если кто-то думает, что это такой проходящий вопрос, зачем вы все время его задаете и задаете, то я вам скажу, с 2016 года при получении немецкого гражданства человека, подавшего прошение, могут спросить о том, чей Крым, и попросят его соргументировать свою позицию. И вот, если этот человек начнет говорить, ну, как бы исторически эта русская земля Хрущев подарил, да и вообще, вот только как только так он начнет говорить, он может не получить немецкое гражданство. Так что, Данила, это непростой вопрос. Например, при отказе получения гражданства человек может лишиться большого имущества, бизнеса, будущей жизни и, например, образования своих детей. Это серьезный вопрос. Почему западные страны начинают все больше его задавать? Потому что здесь считается, что если человек не понимает, если у него нет базовых понятий в голове, что значит агрессия, справедливость, соблюдение международных правил и законностей, значит ему нечего делать в Германии в качестве гражданина этой страны. Вот так вот все просто и однозначно. А знаете, по большому счету ужасно надоели все эти нытики, которые хотят ездить в Украину, которые хотят, чтобы украинцы закрыли на все глаза и чтобы украинцы позволяли им зарабатывать на этой земле. И большинство из нас, естественно, против войны, но мы ничего не можем сделать с этим. Единственное, что было в моих силах, это приезжать к вам, шутить и разряжать обстановку. Ты хочешь, чтобы тебя принимали за друга? Ты хочешь дружить, а не пойти ли вам всем просто нахер? Вот этим, которые только и делают, что шутят. Он едет в Украину разряжать обстановку, а выйти в одиночном пикете с плакатом «Выйти вон из Украины» тебе в голову это никогда не приходило. Конечно же, нет, иначе бы ты рассуждал по-другому. Что еще русские до конца не понимают? Вот интересно, что до них до сих пор это не доходит. И каждый второй отстаивает точку зрения, что он не имеет никакого отношения к решению своего правительства. В этом году на форуме Гарри Каспаров абсолютно четко и ясно дал понять. И я его в этом полностью поддерживаю, что хотите вы, господа, или нет. Но существует такое понятие, как коллективная ответственность. Слышали ли вы когда-нибудь об этом? Так вот, ее вам избежать не удастся. Коллективная ответственность – это ваша ближайшая перспектива. И ты, Данила, если еще сомневаешься, оцени этот шаг Украины как один из первых шагов твоей личной ответственности за дела твоего государства. Не только пойми, но и расскажи своим друзьям. И может быть до вас дойдет, что Путин-то сдохнет. Приближение его разбежится по разным странам. А вам, бесхребетные граждане, придется отвечать за их дела. И не только тем, что вы будете каяться, а вы будете публично каяться перед украинским народом. Но и отвечать вам придется своим личным кошельком. То есть платить многомиллионные компенсации. Приготовьтесь к этому. И вот эти деньги, которые ты сейчас в Украине не заработал, считай их первым взносом компенсации Украины. И помни, поперечный, если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Вот это типичный случай гражданина своей страны, имеющего вялую, беспринципную позицию, не желающего, как он говорит, ввязываться в политику. Что ж, отлично. Тогда политика придет и нагло вмешается в твою жизнь. Вот когда до каждого из вас дойдет, что это ваше персональное дело, это ваша персональная ответственность, вот тогда, может быть, дела в вашей стране сдвинутся с мертвой точки. Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Ну а СБУ Украины мои личные аплодисменты. Слишком большую цену платит Украина за свою свободу. Не хватало еще позволять им зарабатывать на вашей земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok